Наверное, многие, кто уже давно играет в Move to Earn игры, такие как Stepan, Step Up, DeFi, в которые я играю, Color Run, Fit Mint, Snickers и другие игры, задумывались, как бы обмануть систему. Потому что ходить каждый день, бегать, выполнять квесты, да еще не в одной игре, а в нескольких, это достаточно-таки затратно и выматывает. И я абсолютно случайно нашел метод, который помогает мне. Это программа, которая называется AnyGo, она устанавливается либо на MacBook, либо на компьютер. К ней подключаем наш iPhone, в моем случае, и с помощью этой программы мы можем подменять наше реальное местоположение на фейковое. Мы можем имитировать фейковую ходьбу, фейковый бег, фейковое перемещение, либо вообще телепорт, мгновенный телепорт с одного места в другое. Сейчас все более детально расскажу и покажу, как эта программа выглядит, как ее скачать. Кстати, даже на MacBook есть крякнутая версия, абсолютно бесплатно. Я сейчас это все запущу и покажу вам, как это выглядит на iPhone и как это выглядит на MacBook. Кстати, для Android есть тоже своя программа, которая называется Fake GPS, но о ней расскажу уже в следующих видео, если это будет полезно. Итак, вы видите сейчас, что на телефоне показывает, что мы находимся вот здесь, Кременчуйская мискорада, здесь тут Приднепровский парк и вот то же самое, площадь Перемоги, Кременчуйская мискорада. То же самое вы видите в приложении AnyGo. Теперь мы можем попробовать поиграть в какую-то игру, чтобы пособирать, например, какие-то там бонусы, лутбоксы. Так, давайте немножко еще перед этим расскажу, как это все работает. В приложении AnyGo для того, чтобы нам переместиться по фейковой геопозиции, геолокации, у нас есть несколько вариантов. Вот здесь в верхнем правом углу у нас есть режим телепорта, потом двухточечный маршрут, многоточечный маршрут и режим телепорта прыжка. Я выбирал только первых два, как вот телепорт и двухточечный режим, как работают остальные, я не знаю. То есть это все можно будет посмотреть. Также здесь есть импорт файла какого-то gpx, непонятно, что это значит, ну да ладно. И у нас есть полная история наших перемещений фейковых. И мы по ним, кстати, можем перейти, посмотреть и маршруты и все остальное. В общем, все-все-все есть. Так, теперь давайте попробуем поиграть в игру. Например, перейдем в Aglet. Есть такая игрушка. Нажмем на геопозицию, видим, что мы тоже уже здесь, в Кременчуге. И пособирать какие-то там наши лутбоксы. Например, вот взять вот эту коробочку. Для того, чтобы нас не палила система, потому что уже со мной такое бывало, телепорт использовать я вам не советую. Лучше использовать вот этот режим. Чем он хорош? Выбираем этот режим и выбираем точку, куда мы хотим идти. То есть, мы посмотрели, да, что нам нужно идти вот где-то сюда. Нажимаем кнопочку «Идти». Нам автоматически программа строит маршрут, показывает количество времени и расстояние от точки А до точки Б. И также я здесь советую всем нажимать кнопочку «Реалистичный режим». И затем нажимаем «Идти». Теперь мы имитируем максимально реалистичную ходьбу и к нам вообще абсолютно никак не прикопаться. Еще один момент, который я советую вам сделать. Теперь вы видите, давайте сейчас немножко увеличим скорость, что наш персонаж перемещается. Допустим, поставим ему там скорость, не знаю, 20 с половиной километров, он у нас дико бежит. Что советую делать, чтобы вас не запалила система? Первое – это обязательно отключать Wi-Fi, чтобы у приложений не было никаких сомнений, что вы действительно передвигаетесь. И второе – не делать телепорт, как это сделал я, и не делать какого-то, так сказать, нетипичного передвижения странного. То есть, допустим, если вы там вчера, сегодня находились там в своем родном городе и сегодня запускали игру, допустим, да, собирали какие-то лутбоксы, а спустя 5 минут вы находитесь в другом конце страны, но это как минимум странно. То есть, лучше всего использовать это приложение, допустим, локально. Если вы там, допустим, хотите поиграть в игру, но не хотите выходить из дому, вы посмотрели, куда вам нужно идти, и в своем же городе там выбрали локацию, нажали, вот, например, двухточечный маршрут, дошли до того места и начали играть там точно так же передвигаться. Вот. Как мы видим, наш человечек достаточно успешно придвигается к своей цели. То есть, чтобы вы понимали, это точно то же самое место. Вот, если мы уменьшим, будет понятно, что мы пришли. Теперь мы можем открыть коробку. Ура! Мы выиграли 500 монет. Окей. Давайте попробуем какую-то еще рядышком коробочку открыть. У нас в AnyGo выскочила хорошая работа. Это значит, что мы пришли к назначенной точке, которую мы выбирали. Вот. Давайте возьмем еще вот эту коробочку, которая находится вот рядышком возле лицей номер 4. Нажмем идти точно так же. Нажимаем и видим, как наш персонаж сейчас будет передвигаться к этой коробке. Давайте увеличим лучше. Так будет удобнее и немножко. Намного удобнее смотреть и наблюдать, как он бежит. В принципе, ребята, на этом все. Открываем вот последнюю коробочку. Ура! Мы выиграли 1000 монет. Напоминаю еще раз, что это приложение, оно работает со всеми муфтурнирами. И в принципе, неважно, какую игру вы будете запускать. Самое главное, придерживаться основных правил, это выключать Wi-Fi. И не делать резких телепортов. Вообще лучше его не использовать, а лучше спокойно дойти до точки, там, где вы хотите начать игру. Там, в некоторых играх, например, в таких, как Stepan или в таких, как игра DeFi, в которую я играю. Там, где нужно собирать кошельки в определенных зонах. Очень важно, откуда ты начинаешь игру. Поэтому лучше к тому месту дойти, как бы, это не нужно делать физически, а просто нажать кнопку и подождать. Можно увеличить скорость, как я это сделал, но тоже в пределах разумного, скажем так. И не спеша себе спокойно поиграть, забрать все свои награды и перейти к следующему приложению и делать все то же самое. На этом все. Я желаю вам всем удачи и побольше вам выигрышных боксов, побольше вам наград в разных Move to Earn играх. До скорой встречи!